Корейская Народно-демократическая Республика намерена развивать туристские связи с Приморьем и уже разработала ряд предложений для российских туроператоров. Детали нового направления сотрудничества обсудили с членом правления Корейского объединения по развитию туризма и инвестиций Ким Рён Йоном. Мы готовы отработать пути сообщения по железной дороге, воздушным транспортом или морским. Вот эти моменты нам нужно закрутить все тем, чтобы уже отработал готовый продукт предложить нашим людям. Практически готов проект предложения. Да? Вот примерно в таком виде. Вот как только что вы сказали по приборнику. Да, мы вот с начальником железной дороги в просвете перед отъездом разговаривали о том, что я езду сюда и отработать поезд, куда он будет доходить, как в дальнейшем автобусные маршруты будут достигать, допустим, этого курорта. Вот мы здесь готовы организовать и железная дорога готова на это идти. Вот. То есть также по авиасообщениям. То есть нужен набор людей, стоимость билета, доставка в аэропорт, с аэропорта, как нам доставлять, прописанную стоимость. И мы в этот проект включимся без проблем. Я думаю, что этот вопрос мы уже обсудили с вашими коллегами. И мы думаем, что будет позитивного результата в решении этого вопроса. По итогам мероприятия решено проработать маршруты с учетом озвученных предложений, чтобы первые группы туристов, в том числе детские, смогли отправиться в путешествие сразу после снятия эпидемиологических ограничений. Кроме того, представители туротрасли КНДР рассмотрят вопрос о том, чтобы принять на своей территории группу туристических компаний из Приморья. Напомним, глава региона Олег Кожемяка находится в рабочей поездке в КНДР. Одним из первых результатов визита стала договоренность об участии северокорейских школьников в первых зимних международных спортивных играх «Дети Приморья».